Всем привет! Чем дальше, тем хуже. Относится ли это утверждение к более свежим BMW с большими пробегами? Как ведут себя эти машины при изнурительной эксплуатации? Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сейчас мы сделаем подробнейший обзор BMW X5 2-го поколения. В своё время BMW X5 2-го поколения удивил. Он стал значительно тяжелее и крупнее. И даже обзавелся семиместной версией. Но это не сделало из этого автомобиля сарай на колёсах. Этот бегемот очень хорошо рулится и едет, особенно если оснащён адаптивной подвеской. И да, у него появился ещё более близкий, чем X-3 брат BMW X6. Этот кроссовер для тех, кто любит ездить быстро, но не любит сидеть близко к асфальту. Итак, в наших обзорах нет ни воды, ни прочих глупостей. Переходим к фактам о слабостях BMW X5 и X6. BMW X5 отлично покрашен и хорошо защищен от коррозии. Ржавчина на кузовных элементах – это, скорее всего, редкость, вызванная эксплуатацией в суровых условиях, ну, в плане регионов. И про кузовной ремонт забывать не стоит. А вот ржавчину на крыльях передних не ищите. Они пластиковые. Кстати, у крыльев сложная форма, они обнимают передние фары и служат носителями для противотумана. С годами эксплуатации на молдингах дверей, то есть на вот этих вот вертикальных планках рядом со стёклами, пробиваются жуки. Они пробиваются из-под декоративного покрытия и могут привести к откалыванию целых фрагментов. Дело в том, что вот эти планки существуют только в оригинале. Они бывают глянцевыми черными, как в нашем случае, и глянцевыми матовыми. Цена – $140-240. Со временем мутнеет или теряет внешний вид молдинг, который сверху обрамляет всю линию боковых окон. Этот молдинг бывает в чёрном исполнении, бывает в алюминиевом. Его лучше, когда он потерял вид поменять на «БУ» в хорошем состоянии либо же на новый. Стёкла передних фар на этих машинах очень рано начали покрываться сетью из микротрещин, растущих из нижнего края фары. И самое интересное, что количество трещин непропорционально возрасту и пробегу автомобиля. Говорят, что была большая партия бракованных фар на дорестайлинговых автомобилях. В ряде случаев трещины становились настолько заметными и глубокими, что в корпусы фар попадала вода. Такая проблема лечится переклейкой стёкол. Как вы понимаете, в широкой продаже стёкол оригинальных нет. Приходится искать заменители из Китая. Кстати, на BMW X5 E70 можно без труда установить морду от BMW X6 E71. Фары, бамперы, крылья взаимозаменяемы. Секции задних фонарей, которые встроены в крышку багажника, буквально лопаются по швам и быстро набирают воду во время мойки либо же во время дождя. Ещё и уплотнители под ними быстро стареют, но это скорее касается BMW X5 2-го поколения дорестайлинговых. Из-за воды и грязи фонари мутнеют и даже перестают работать. А если в фонарях произошло короткое замыкание, то блок управления светом отключит их и запишет соответствующую ошибку. BMW X5 2-го поколения не страдает от поломок механизмов дверных ручек, как и его предшественник. Но бывает, что выскакивает трос, который соединён с внутренними рычажками отпирания двери. А в машинах, оснащённых безключевым доступом, иногда пропадает эта функция, и тогда приходится отпирать автомобиль с брелка и вставлять ключ в замок зажигания. В таком случае за ночь может разрядиться аккумуляторная батарея, потому что в ручке будет короткое замыкание. И по этой же причине может выйти из строя предохранитель этой системы. Вот замена его, то есть предохранителя, поможет ненадолго, потому что ручка с коротким замыканием будет нагреваться и даже оплавляться. Да, были и такие случаи. Причём оплавляется не пластик ручки, а изоляция, в которую погружена её электрика. Такую ручку практически невозможно восстановить, поэтому придётся искать б.у. и желательно в цвет автомобиля. Салон BMW X5 2-го поколения сделан хорошо, и его состояние реально характеризует пробег автомобиля и аккуратность эксплуатации. В первую очередь на дорестайлинговых машинах облазит резиновое покрытие, которое нанесено на множество клавиш, включая пульт стеклоподъёмников. Надписи на подрулевых рычажках и на кнопки старта двигателя стираются, а также теряют нарядный вид декоративные деревянные вставки из-за трещин в лаковом слое. В нашем случае исполнение алюминиевое, поэтому всё красиво и хорошо. Если перестали работать с кнопки на руле, то значит на замену просится шлейф рулевого колеса или же на его перепайку. А вот камера заднего вида может выйти из строя из-за попадания в её корпус влаги и по этой же причине могут выйти из строя камеры в боковых зеркалах. Но в нашей комплектации камер нет, значит и ломаться нечему. А если ваш автомобиль оснащён панорамным люком, то закройте его и больше никогда не открывайте. Уж очень хлипкие у него направляющие. А ремонт с установкой ремкомплекта потребует немало усилий со снятием потолка. И да, его дренажи нужно обязательно чистить. Электроника BMW X5 второго поколения не глючная, но всё может испортить подсевший аккумулятор. Если будете устанавливать новый, то обязательно пропишите его. Просадки напряжения в бортовой сети приведут к выходу из строя блока управления светом фар и некоторые электроники в салоне. Находится он вот здесь, внизу передней левой стойки и называется FRM3. Если прошивка слетела, то тогда X5 второго поколения включит ближний свет фар и габариты, но никакие другие световые приборы и подсветка в салоне работать не будут и даже электростеклоподъёмники отключатся. В этом случае придётся ехать к специалистам и перепрошивать блок FRM3. В процессе перепрошивки и перезагрузки блока может выясниться, что блок не подаёт признаков жизни. У него слабая флеш-память, которая умирает. Кстати, блока FRM3 стоит недорого. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг». А устанавливать и перепрошивать его правильной прошивкой нужно только у специалистов по BMW. Более поздние BMW X5 второго поколения оснащены электронным селектором АКПП. Иногда его приходится менять, но, к счастью, он не выходит из строя. Сначала появляются скрипы при переключении, а затем он автоматически не отщёлкивается с положения MS в драйв. Кстати, чтобы для сервисных задач перевести трансмиссию в нейтраль, понадобится специальный T-образный ключ, который находится в подполье багажника. Для этого надо поместить его в квадратное отверстие, которое находится в левом подстаканнике, и провернуть. Этим же ключом можно снять BMW X5 второго поколения с ручника. Стояночный механизм оснащён сервоприводами, которые безнадёжно умирают. Если ручник не отпускает задние колодки, то тогда можно воспользоваться этим ключом. Разъём для снятия стояночного тормоза находится вот здесь. Кстати, BMW X5 E70, в отличие от BMW X6 E71, оснащён омывателем заднего стекла. Трубка к омывателю проложена под обшивкой пола. Естественно, со временем она трескается и жидкость самотёком попадает в пороги, затапливая проводку и затапливая некоторые блоки управления. Из-за копеечной трубки приходится поднимать пол салона и сушить его. Естественно, лучше менять эту трубку превентивно. Если вы каким-то случайным образом заметили, что за ночь уровень омывающей жидкости серьёзно снизился, то надо в первую очередь заглушить подачу к омывателю заднего стекла. Вообще, проблемы с трубкой возникают из-за замерзания в ней дешёвой омывайки. По этой же причине в открытом положении замерзают омыватели передних фар. Для замены подойдёт любая силиконовая трубка практически длиной 6,5 метров. Умельцы сообразили, что для этой замены отлично подойдут трубки для Toyota – вот номера, а также обратный клапан. Трубку можно положить по короткому пути вдоль правого порога. Если вода появилась в правой нише за крышкой багажника и намочила блок управления крышкой багажника, то тогда надо искать брешь вот в этой гофре. Ещё вода в салоне, а точнее на порогах, а затем и на ковриках появляется из-за отклеивания гидроизоляции двери. Дело в том, что она отклеивается после ремонта двери, либо же после установки дополнительной шумоизоляции. Отклеивается, потому что была хреново приклеена. А сейчас поговорим о двигателях. Начнём с дизельных. Самый разумный и классный выбор – это рядная шестёрка BMW X5 второго поколения. Дорестайлинговый двигатель M57. У него чугунный блок цилиндров цепи ГРМ находится спереди. Служит он до 500 000 километров. Выдаёт мощность от 235 до 286. У нас же здесь версия 3.5D. Выдаёт мощность 269 лошадиных сил. Самая мощная версия оснащена двойным наддувом. Цилиндропоршневая группа, коленвал и топливная система у неё свои. Двигатель M57 на X5 второго поколения лишился всех недостатков. Выпускной коллектор не лопается, впускной коллектор не быстро зарастает нагаром турбины. Надёжные и вихревые заслонки не дурят голову. Единственное, что на битурбированном моторе возникают проблемы по вакуумным трубкам и актуаторам, которые приводят перепускную заслонку на большой турбине и отсекают поток воздуха на малую турбину. Также могут лопнуть патрубки до и после интеркулера, появится течь по их штуцерам. Но это всё недорогие мелочи. Можно добавить, что упиленные двигатели M57 могут огорчить по части давления масла и его подачи к маслофорсункам охлаждения поршней. Дело в том, что перегретые поршни моментально приводят к задирам и заклиниванию. Если владелец очень сильно экономит на моторном масле, коренные вкладыши изнашиваются. Для устойчивой работы этого двигателя подойдёт всесезонное моторное масло OnZoil Ideal 5V40, которое обеспечивает надёжную защиту двигателя от износа, коррозии и высокотемпературных отложений при жёстких условиях эксплуатации. OnZoil – честная цена за качество. Следующий двигатель – это N57. Он появился в 2008 году и постепенно заменил M57. У этого двигателя легкосплавный блок цилиндров цепи ГРМ находятся сзади. Именно на этом двигателе на X5 появилась версия с тремя турбокомпрессорами. Этот мотор N57 ничуть не испортил репутацию своего предшественника. Тоже очень надёжный агрегат. Но цепи лучше менять каждые 250 000 км, а прислушиваться к ним каждые 200 000 км. При нормально работающей системе EGR впускной коллектор этого мотора быстро покрывается налётом. Поэтому каждые 100 000 км приходится снимать впуск и чистить его. На многих экземплярах эта система отшита и удалена. Самые мощные версии этих моторов при увеличении интервала замены масла и экономии проворачивают вкладыши, но это лишь свидетельствует о неадекватном обслуживании. Гамма бензиновых двигателей разнообразнее, но тоже отличается на дорестайлинговых и обновлённых машинах. Сначала все бензиновые двигатели на BMW X5 второго поколения были атмосферными. Рядная бензиновая «шестёрка» объёмом 3 литра выдаёт 272 лошадиные силы, но как-то слабовато для этого кроссовера. Этот мотор горячий, поэтому надо помнить и следить за чистотой радиаторов, а также профилактически менять пробку расширительного бачка. Но самое главное – менять масло каждые 10 тысяч километров. Если под пробкой маслозаливной горловины обнаружен налёт, а лаковые отложения тёмно-красного цвета, то значит этот мотор не любили и стоит от него ожидать масложор не только через маслосъёмные колпачки, но и через поршневые кольца. Грязного масла и не потерпят муфты Vanos, хотя иногда их оживить можно чисткой золотников управляющих клапанов. Также аналогичную неприятность из-за жадности владельца могут подкинуть гидрокомпенсаторы. Сначала они начнут цокать, а затем износятся в выпускной распредвал. Цепь ГРМ этого двигателя выхаживает около 200 тысяч километров. Замена стоит дорого. Владельцу автомобиля с двигателем N52 надо обязательно знать о вероятности разрушения мембраны вентиляции картера, а также в запасе иметь 800 долларов для замены электрической помпы. BMW X5 с атмосферным V8 N62 объёмом 4,8 литра выпускался до рестайлинга. N62 – это хороший мотор, если за ним следили. Но всё равно обслуживание крайне дорого. При покупке автомобиля с этим двигателем обязательно нужно осмотреть цилиндры эндоскопом и замерить компрессию. Кстати, у нас на канале есть отличный и подробный обзор двигателя N62. Добавим, что моторы N62 имеют не очень надёжный стартер, который внезапно выходит из строя. После рестайлинга под капотами BMW X5 появилась рядная шестёрка N55. Стоит отметить, что BMW X6 E71 с самого начала оснащался двигателем битурбированным N54. Это хорошие надёжные двигатели. Но в первые годы выпуска топливная система с непосредственным впрыском доставила много хлопот. Если X5 с этим двигателем выглядит ухоженным, то этой турбо-шестёрке можно доверять. Кстати, на канале у нас есть подробнейший обзор этого мотора. После рестайлинга появились типа 5-литровые X5. На самом деле на них устанавливали двигатель битурбированный бензиновый объёмом 4,4 V8. Эти замечательные моторы дохли пачками после эксплуатации в режиме мегаполиса. Причём при пробегах до 100 000 км не выдерживали они при простоях в пробках. Причём если водитель до простоев отжигал на стартах. Есть отличный совет. При покупке X5 с таким мотором берите автомобиль с убитым двигателем, чтобы самими его взять, откапиталить фирменными запчастями и тогда уже ездить без хлопот. Эти моторы погибли из-за задиров в цилиндрах, поэтому эндоскопия настоятельная рекомендуется. Также изношенные цепи ГРМ разбивали и стругали в торопластовые направляющие. Стружка забивала маслозаборник и это приводило к провороту вкладышей. Вдобавок инженеры BMW долго колдовали над форсунками непосредственного впрыска, чтобы они наконец начали работать беспроблемно и не приводили к наливанию бензина на поршень и к последующему гидроудару. Добавим сюда и два турбокомпрессора в развале блока и близко расположенные к ним катализаторы. Вся эта упаковка дает слишком много тепла, поэтому масло и уплотнение этой битурбо 8 быстро приходят в негодность. В общем, владелец автомобиля с двигателем N63 должен знать его слабости, не хуже механика, которая обслуживает этот автомобиль. Версии поздние, ну, примерно с 2011 года, стали получше. Во втором поколении X5 появилась полноценная M-версия – мотор S63 объемом 4,4 литра. Он, в принципе, такой же, как и N63, но рабочая температура была снижена и в целом имеет такие же проблемы, как гражданский N63. На BMW X5 второго поколения устанавливали только автоматические трансмиссии ZF. Причем 8-ступенчатая надежнее, чем 6-ступенчатая, но 6-ступенчатую с натяжкой можно упрекнуть в ненадежности. Они обе пройдут минимум 250 000 км. Масло нужно менять каждые 50 000 км и присматривать за состоянием пластиковых поддонов, которые могут деформироваться от нагрева. Причем масло меняется вместе с поддонами. Также возможна утечка масла по втулке электрического разъема. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор трансмиссии 6HP26. Досадная неприятность у BMW X5 второго поколения – это неработающие дворники. Бывает так, что при включении дворников они подскакивают на пару сантиметров и останавливаются. А это говорит об износе пластиковой шестеренки в червячном редукторе. Её шестерни просто обтесались. В этом случае придётся покупать редуктор трапеций. На сегодняшний день это удовольствие стоит 660 долларов. Но покупать его не надо, потому что в продаже есть много неоригинальных шестерен по 20-30 долларов. Также есть предложение по неоригинальным редукторам в сборе. При эксплуатации X5 надо следить за состоянием перегородок моторного отсека. Они упираются в капот и тем самым изолируют пространство сзади. Так вот, они пластиковые и со временем трескаются. Вода начинает попадать на двигатель и лихо проникает под декоративную крышку в отверстия для четвёртой и пятой форсунок. Иногда пробирается и до других. Вода может привести к сбоям в работе форсунок, но хуже всего, что корпуса форсунок корродируют и намертво прикипают ГБЦ. Чтобы избежать проблем с форсунками, обязательно следите за состоянием этих перегородок или при необходимости поменяйте на новые. Каждая оригинальная такая перегородка, их всего три, стоит по 140 долларов. Заменители втрое дешевле. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы в отличном состоянии и продаём с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл – обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании. Ну что, мы на СТО и начинаем. BMW X5 второго поколения оснащался только полным приводом. За полный привод отвечает раздаточная коробка ATC 700. Эта раздатка надёжная и удачная. Единственное, что при больших пробегах изнашиваются шестерёнки подключения передней оси, но их можно заменить на новые неоригинальные. После рестайлинга эту раздатку заменили на более нежную ATC 450. У неё слабее система смазки и поэтому она быстрее изнашивается. Фрикционы тоже служат не так долго и появляются подёргивания при повороте и при снижении скорости. Но в принципе раздатка успешно ремонтируется и масло надо менять каждые 50 000 км в раздатке. Рестайлинговые BMW X5 получили новый карданный вал, который печально запомнился разрушением передней крестовины. Если крестовина лопнет, то вращающийся кардан разобьёт корпуса КПП и даже может проделать дыру в поддоне двигателя. Эти карданы меняли по гарантии. Номер последней ревизии заканчивается на 866. У этих карданов тоже есть проблемы. Очень короткая передняя шлицевая часть. Она изнашивается, возникают люфты, из-за этого крестовины получают повышенные нагрузки. Некоторые мастерские переоборудуют крестовину, то есть устанавливают удлинённую шлицевую часть. Вообще, нужно регулярно проверять переднюю крестовину на предмет люфта и сразу же менять кардан или усиливать его шлицы, если, естественно, есть люфт и слышны посторонние стуки и скрипы во время движения. Сзади раздаточная коробка опирается на единственную подушку-опору. Со временем её демпфер рвётся и его надо менять. Хорошо, что ремонт недорогой. У BMW X5 второго поколения сохранилась проблема с износом редукторов. Что с передним, что с задним. У них слабые подшипники и поэтому им угрожает не только езда боком по асфальту, но и буксование. Также им угрожает низкий уровень масла. Вдобавок через сапуны в редуктор может попасть вода, если машина попала в глубокую лужу и проведёт там некоторое время. Изношенные редукторы гудят, стругают стружку в масло. Поэтому масло в редукторах надо менять регулярно. А вот на BMW X6 установлен активный задний редуктор. В нём используются два типа масла, которое попроще для гипоидной передачи и карбоновое для фрикционов полуосей. Так вот, такой элитный сорт масла стоит за пол-литра 100 долларов. На замену надо полтора. Не оригинального такого масла нет. А вот масло в редукторы и раздатку оригинальное стоит тоже недешево – 100 долларов. Но есть не оригиналы, которые в разы дешевле. Шрусы на BMW X5 довольно-таки выносливые, но из-за их износа на очень высоких скоростях могут появиться вибрации. Что очень важно, следите за состоянием пыльников, потому что грязь и влага сильно сократят ресурс шрусов. Сзади на кузове установлен блок стояночного тормоза. Там управляющая электроника и сервопривод, тянущий тросы ручника. Это проблемный узел, который пережил много ревизий. Выходит из строя совершенно неожиданно. Но как мы уже отмечали, что BMW X5 2-го поколения можно снять с ручника сервисным ключом. После выхода из строя многие владельцы отключают фишку с этого блока. Новый такой оригинальный блок стоит $1700, но многие мастерские уже научились их ремонтировать. В продаже есть неоригинальные электромоторы и сервоприводы, а некоторые неоригинальные производители научились делать копии этих блоков, которые стоят в разы дешевле. BMW X5 2-го поколения могли оснащаться активными стабилизаторами. Вместе с активными амортизаторами они входят в систему Adaptive Drive. К каждому стабилизатору проложены дополнительные гидролинии. Они объединены в одну систему с рулевой рейкой и насосом ГУР. Со временем эти дополнительные гидролинии дают течь гидравлику. Штанги активных стабилизаторов крепятся на резиновые втулки через шариковые подшипники. Со временем они изнашиваются, о чём говорит посторонний стук. Естественно, что втулочные подшипники отдельно не продаются и приходится покупать БУ-стабилизатор и докатывать его до такой же проблемы. Но некоторые подбирают резиновые втулки, а некоторые ставят неактивные стабилизаторы. BMW X5 2-го поколения оснащался как стальными пружинами, так и пневмобаллонами. Либо сзади, как в нашем случае, либо на всех осях. Также есть варианты с стальными пружинами и адаптивными амортизаторами. Пневмоподвеска, на самом деле, по баллонам и компрессорам надёжная, ремонтопригодная, и бояться её на сегодняшний день не стоит. А вот адаптивные амортизаторы дорогие, по 2000 долларов за штуку. Они плохо ремонтируются, имеют проблемы с проводкой и электроникой. В целом, машины, которые оснащены «Adaptive Drive», имеют кнопку «Спорт» возле селектора АКПП. Подвеска BMW X5 2-го поколения стала надёжнее, чем у предшественника. Невероятно, но этот большой BMW X5 2-го поколения не часто просится на замену деталей подвески. Спереди здесь два поперечных рычага. Конструкция надёжная и проверенная. Первые замены сайлентблоков и рычагов пришлись на пробег в 150 тысяч километров. Лучше ставить оригинал, чтобы каждый год не перетряхивать подвеску. Верхний рычаг стоит в сборе 260 долларов. Сайлентблоки и даже шаровая опора продаются только от неоригинальных производителей. Сайлентблоки нижних рычагов можно покупать отдельно и перепрессовывать. Первым сдаётся сайлентблок заднего прямого рычага. Сайлентблок можно купить новый рычаг за 140 долларов. Передние косые рычаги можно купить за 190 долларов, а его сайлентблок стоит 120 долларов. При осмотре пружинной подвески обязательно обращайте внимание на состояние нижних витков. Нередко они обламываются и никаких симптомов, кроме неравномерного износа резины не проявляется. Передние пружины стоят по 200 долларов, а задние по 250 долларов. Сзади у BMW X5 второго поколения привычная подвеска с условно тремя рычагами. Есть H-образный рычаг и по оригиналу можно поменять только плавающие сайлентблоки. Цена одного – 120 долларов. Они соединяют нижний рычаг с Subway. При больших пробегах приходится менять сайлентблоки задних H-образных рычагов. Естественно, люди ставят не оригинал, потому что оригинала нет. Не оригинальные сайлентблоки стоят по 30-40 долларов за штуку. Естественно, если не хотят отдавать по 1000 долларов за один новый H-образный рычаг. Задние стойки стабилизатора служат долго, стоят по 80 долларов за штуку. BMW X5 второго поколения – машина не ломучая. Как гласит народная мудрость, эти автомобили надо выбирать не по пробегу, а по состоянию. Для диагностики лучше обратиться на специализированную S100, потому что один скан фирменным компьютером многое расскажет о настоящем и прошлом этого автомобиля. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».